Я зачем в камеру постоянно смотрю? Я как будто на первом канале. Все говно, все гитаристы говно вообще в стране, в мире. Очень плохой гитарист. Друзья, всем привет. Я в прекрасном городе Хабаровске. Вот, вновь. И у нас сегодня концерт с Кристиной Арбакайте. Я третий раз уже в Хабаровске. Вот здесь живет мой очень хороший друг Максим Порунин. Максим, привет. Рад тебя видеть, братан. Вот, расскажу немного про гитару. Этот инструмент у меня появился совсем недавно. Я играю с юни месяца. Этот инструмент замечательного мастера Олега Кадзокова. Этот инструмент сделан по моим пожеланиям. Вот. И в принципе, и даже без принципов я им очень доволен. Очень клевая гитара. Компактная, симпатичная, свеженькая. Вот. Не похожая на другие инструменты. Ну, сходство есть, но тут все равно своя форма. Олег мне показал несколько вариантов грифа. Грифов. И мне вот этот понравился. Еще мне очень нравится, что здесь волнистый кавказский клен. Ольховый корпус. Ясеневый топ. Самшитовая ставочка такая вот. Фишечка на гитаре. Шалер у нас с колочки. Струны Деодарио. Деодарио струны, друзья мои. Мои любимые струны. Нью-Йорк Эксель 1046. Всем рекомендую. И медиаторы. Вот такие вот. Медиатор очень клевый, кстати, по форме. Я играл на Джиндаллап Крокодильчик 2 мм. Очень долго. Очень долго. И вот мастер медиаторов мне предложил. Вот. Такие образцы мне прислал. Разного этого диаметра. Но поскольку я играю на 2-х миллиметровых медиаторах. А рядом стоит красивая девушка. То, возможно, выйдут именные медиаторы именно этой фирмы. Вот такие вот дела, друзья. Тело. Продолжение следует... В последнее время модно стало хайповать в гитарном мире на ютубе. Ты вообще как-то следишь за новостями? Да, конечно. Как я прокомментирую? Да. Все говно, все гитаристы говно вообще в стране, в мире. Самое крутое это есть один человек только. Но я не скажу кто. Ну как я прокомментирую? На самом деле я как-то с ирония немножечко смотрю. На это все. С ирония смотрю. Не знаю, мне кажется это просто модный. Какая-то мода пошла и люди этим самым зарабатывают себе имя, баллы, я не знаю, популярность. Но мне кажется это не лучший способ. Ну по крайней мере мне этот способ не нравится. Ну как зарабатывать себе популярность. Популярность надо и имя зарабатывать своей игрой, своим творчеством. А обсирать друг друга и этим привлекать внимание, я считаю, что это лажа. Медиатор знаешь чем хорош? Можно... То есть вот эти все. Слушай, а почему ты играешь возле некого датчика, ведь там хлеб будет. Знаешь, что такое хлеб на гитаре? Нет. По-другому не могу. Подожди, ты сказал, что ты следишь за всеми датчиками. И ты не знаешь, что такое хлеб? Ну я знаю, что есть такое выражение Фреда, по-моему, да? Но именно что оно означает, я не знаю. Это знаешь, когда ты играешь у некого датчика, и у тебя будет какая-то вялая атака и хлеб. Вялая атака? Ну не знаю, мне кажется, что не вялая совсем. Мне кажется, все это... Предносуд... Предносуд... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А тебе не стрёмно было играть эту партию? Мне? Я еле себя заставил, ребята. Вообще, думаю, блин. Слушай, ну ты Blackmore Разря сыграл, потому что тоже ведь плохой гитарист, как выяснилось. Очень плохой гитарист. Я же говорю, все гитаристы говно, кроме тех, кто их обсирает. Я считаю, что Blackmore мега-красавчик. Вот это поворот! А вибрато у него козлячек. Отлично все у него. Просто он... Но он же кривой. Ну, конечно, если бы те люди, которые про него так говорят, столько бы выкурили и выпили бы, и вышли на сцену, я думаю, то же самое с ними происходит. Но это же не оправдание. Ну, не оправдание, это тенденция того времени. Я не знаю. А ты не думал, что ты находишься в заблуждениях вот этих стереотипов старых? Не знаю. Может быть. Но мне так кажется... И что стоит вообще переосмыслить все прошлое и взглянуть на него по-новому? Да мне уже поздно переосмысливать. Не, на самом деле, честно сказать, друзья мои, прекращайте, не добившись каких-то высот и успехов в жизни, говорить про людей легендарных. Мне кажется, абсолютно это ни к чему. Ну, лично по мне. Даже мои какие-то хорошие знакомые, ну, как бы, которым я тепло отношусь по сей день, несмотря ни на что, мне очень приятно слышать из их уст. Ну, такие вот... Ну, я же говорю, это просто коммерция. Это чистая коммерция. И это даже настолько показушно, что даже мне кажется, что сам этот человек так и не считает. Ну, просто им нужно об этом говорить, ну, чтобы создать хайп. Это же так сейчас называется. КОНЕЦ 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 Чего ты знаешь про тайминг? Я вообще ничего не знаю, друзья мои. Ни про тайминг, ни про что. Ты в бочку попадаешь? В бочку попадаю. Ну, если... Если ее можно назвать бочкой, то попадаю. Музыка, это же не математические какие-то расклады. То есть... Такое впечатление, как будто они сидят с калькуляторами и с вот этой... Я не знаю. Мне кажется, гитарист, если мы сейчас про гитару говорим, да, он просто должен играть так, чтобы нравиться народу. Ну, вот. Если ты нравишься, то хорошо. А доебаться можно и на столбах. После всего вышесказанного ты не думаешь, что, например, найдется действительно какой-то человек, который замедлит твои записи, скажет, вот он тут в бочку не попадает, он не высекает, у него хлеб козлячий вибратор. Да я в смысле, я же не стремлюсь. Друзья, я... Как ты к этому отнесусь? Я к этому отнесусь точно так же, как и ко всему происходящему. Я знаю, что есть какой-то круг людей, которым нравится мое творчество. То есть, да, а это что такое? Это душа, это голова, это эмоция. Я знаю, что у меня есть своя манера игры, хотя она похожа, естественно, на тех героев, на которых мы равняемся отчасти, да, но есть своя эмоция, понимаешь? Есть еще какой-то класс гитаристов российских, моих друзей, знакомых, коллег, у которых также есть своя манера игры, своя эмоция, свое лицо. А все те, кто, я не знаю, просто пиздят, по большому счету, чтобы создать вокруг себя много ажиотажа. Ну, не знаю, я как-то особо серьезно к этим людям не отношусь. Вот, но пока, пока что я не задет, в смысле, да, и, честно сказать... Но ты уже на статью наговорил конкретно. Тебя можно выпотрошить просто как вот вообще. Да ради бога, мне же это все даже интересно будет. Если кто-то мне еще рекламу сделает, вообще круто будет. Не, а было прикольно, да, допустим, потрошение Романа Бондаренко в прямом эфире. В прямом эфире именно? Ну, чисто, знаешь, например, стрим кто-то сделает, и выпотрошат тебя. Ну, я не знаю, это прикольно. Это квесты какие-то, какие-то игрища, да? Ролевые игры гитаристов, я так понял. Внутри. БДСО в гитаре. Ну, да. Играйте музыку, сочиняйте, импровизируйте, делитесь эмоциями. Зачем вам все это надо? Об этом вообще знать никто не должен. Вы дома занимаетесь, оттачиваете технику. Знать должны люди о вашем видении этого всего. Зачем вам все это надо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а вот, знаешь, говорят там, ходите на джем, джимуйте. И вот есть такая категория людей, которые, ну, не владеют минимальным каким-то багажом, знания ладов, знания гармонии, но уже лезут на джем. Ты вот как считаешь, стоит ли иметь какую-то минимальную планку, прежде чем выйти на джем, или все-таки, будучи полным говнарем, рыпаться на любой джемсейшн? Нет, я читаю, что, понимаешь, вот я лично принимаю участие в джемах, где, ну, такие уже состоявшиеся серьезные музыканты играют, да? Вот, и чтобы дилетанты там появлялись, прям, я не видел сейчас. То есть есть какие-то, наверное, разные круги, разный круг джемарей, так скажем, да? Как вы грузите? То есть, но мне кажется, что один раз можно выйти на сцену с профессионалами, и тогда ты поймешь, куда тебе двигаться, в каком направлении сам, потому что самый главный судья для себя это что сам, вот. А если у тебя слух отсутствует, и ты думаешь, что у тебя все ништяка, а ты на самом деле на дне? Ну, тогда деликатно тебя отведут по головке, по голове скажут, ну, ничего, бывает, кто-то хотел стать футболистом, не стал, кто-то хотел стать музыкантом, не стал, понимаешь? Див-санитар. Нет, ну, как бы, мне кажется, все равно, деликатно объяснить или направить человека на самое то. Не, ну, понятно, тоже не кайф играть, когда все чуваки включены, и выходит человек, который, ну, всю картину портит. Поэтому. Слушай, а вокалисты это вообще проблемно? Человечество. Не, ну, знаешь, там, в группу приходишь играть, тональность неудобная. Потом это, на джем они выходят, начинают петь, там не попадут. Ну, это, вот, видишь, это опять то же самое. Это вот, например, джемы, которые я играю в Москве, там как раз-таки он для вокалистов больше. То есть там профессиональные музыканты, а вокалисты могут быть и любители. Вот. Это то же самое. И можно столкнуться и с проблемой. Но ты должен саккомпанировать, а они должны спеть так, как они могут. А так-то вокалисты, да, они такие ребята своеобразные, потому что они, мне кажется, не совсем втыкают в музыкантское движение, когда там, о, мне вот это на месте неудобно, давайте на полтона, на тон, на два, на три, ниже, выше. А есть какие-то позиции, ну, то есть приходится тебе все вот эти кавера, которые там 35 песен, да, ты начинаешь транспонировать все это. Да, и это очень неудобно. Вот. Сейчас, мне кажется, каждый второй считает себя вокалистом. Вот реально, да, и все хотят петь в каверах. И гитаристом тоже. Ну, видимо, и гитаристом тоже. Ну, вот. Но, то есть и получается, и что самое интересное, я понимаю, что таких людей отсутствует комплекс, и это очень хорошо, и они рвутся на сцену, и с кайфом выходят, поют. Может, это и правильно, на самом деле. Ну, вопрос был, типа, вот если ты не совсем того уровня, которого должен быть, и выходишь, типа, да, на джемы, то как это, да, и, ну, ну, не знаю. Попробовать все равно надо, но я, например, вообще на джемы начал ходить совсем недавно. То ли время мне мешало, то ли я просто не решался. И мне хотелось постоянно, типа, вот я стану еще круче, тогда я приду. Хотя, на самом деле, это тоже неправда. Чтобы стать круче, надо играть с другими музыкантами. И все. Субтитры создавал DimaTorzok У меня в золотом доме споминаю Пусть дня не вон там Возьмите мое солнце Пусть дня не вон там Возьмите мое новое сердце Пусть дня не вон там Спасибо.